Здравствуйте, Шаватова, Гутово, хорошей недели! У нас 140-й урок по Мишле, мы находимся в 16-й главе и достигли предложения номер 28, которое по-русски звучит следующим образом. Человек коварный распространяет раздор, и наушник разлучает друзей. На самом деле, думаю, что здесь имеет смысл сразу прочитать еще пару предложений. Человек негодный замышляет зло, и на устах его, как бы, а, нет, мы уже читали, человек насилия соблазняет ближнего и ведет его в путь недобрый, прищуривает глаза свои, чтобы придумать коварство, и кривят уста свои, совершая зло. На самом деле, надо начинать с 27-го предложения, поскольку, чтобы весь смысл шел по порядку. Человек негодный замышляет зло, и на устах его, как бы, огонь пылающий. Человек коварный распространяет раздор, и наушник разлучает друзей. Человек насилие соблазняет ближнего своя, ведет его на путь недобрый, прищуривает глаза свои, чтобы придумать коварство, и кривит уста свои, и замышляет зло. Вот это несколько предложений, которые говорят на одну и ту же тему. Теперь попытаемся их каким-то образом перевести, соединить с еврейским текстом. В общем, мы перевели, что Балиаль – это тот, у которого нету Оль, у которого нету Ерма. В прошлый раз мы перевели. И получается, что это человек, который сверг себя, не имеет Ерма небесного рабства, он замышляет постоянно зло, и на его уставах находится, как огонь, который пылает и сжигает добро. Теперь мы начнем с этого предложения. Иштагуфухот. Дословный перевод. Человек, который делает гафух. Гафух – это наоборот. Переведем это дословно на русский. Человек наоборотный. Он посылает Мадон. Посылает Мадон, как у нас в русском переводе. Мы увидим, как переводят Мальви, Мираша и Гагро. Но как переводится это на русский? Человек насилие, человек коварный, распространяет, посылает раздор. Человек посылает раздор. В Нирган Мафриталов. Нирган. Попробую перевести слово Нирган. На русском они перевели, как наушник. Сейчас мы посмотрим, что это значит. Он разлучает АЛУФ. Что такое разлучать АЛУФ? Что означает слово АЛУФ? Вот этим мы займемся сейчас. Он переводит, русский переводчик, разлучает друзей. Он перевел. Но это как-то вот не совсем. И совсем, и не совсем одновременно. Начнем с перевода слова АЛУФ, который дает Мальбин. Я говорил, что у Мальбина есть два комментария на тонах. Один комментарий БИУР МИЛИМ, объяснение слов, перевод слов. Другой комментарий БИУР ИНЬЯНИМ. Другой комментарий, объяснение ИНЬЯН, объяснение смыслового отрывка. Начнем в данный момент с Мальбина, как он объясняет слово АЛУФ в переводе слов. Он говорит АЛУФ БА АЛЬМОРЕ МИЛАМЭТ. Приходит к тому, кто учитель, который преподает. Как, например, ПЕН ТАНЕФ ТАЛЕФ АРХАТАВ. Человек, чтобы он не выучил свои пути. ГАМОШАЛЬ. Пример. ГАЯМОРЕ ЛАГАМ. Человек, который учит народ. ДЕРИХ ЕЛХУБА. Той дорогой, по которому нужно идти. И он называется АЛУФ. И переводит это слово, встречается в ХУМАШе, говорит Мальбин. ЭЛУ АЛУФЕЙ АДОМ. Вот АЛУФЕЙ АДОМ. Если кто-то помнит, что в Паршат ВАИШЛАХ есть кусочек, который рассказывает о семи царях ЭДОМА, которые царствовали до того, как появился царь в Израиле. И дальше там приводится не царь ЭДОМА, которых было семь, а АЛУФЕЙ ЭДОМ. И вот АЛУФЕЙ ЭДОМ. АЛУФЕЙ, я не знаю, как перевести, тысячники, начальники тысяч, преподаватели. И тот и другой перевод будет верный. Начальники тысяч или преподаватели. И тот и другой перевод будет верный. И Раша там объясняет, что АЛУФ – это МЭЛЭХ БЛО ТАГА. Это царь без короны. То есть это человек, который является с одной стороны царем, с другой стороны царем, не имеющий короны. То есть над ним есть коронованный царь, а это что-то типа некоронного царя. Здесь МАЛЬБИМ объясняет, что это преподаватель, тот, который ведет людей. И говорит, что именно это имеется в виду в книге Берейшис, где сказано АЛУФЕЙ ЭДОМ, имеется в виду тех, кто преподает, тех, кто учат внутри ЭДОМА, тех, кто говорят, по какому пути надо идти внутри ЭДОМА. Это МАЛЬБИМ в переводе слов. Теперь смотрим, как он говорит внутри МУСАР ХОХМА, то есть ПЕРУШ ИНЬЯНА, то, как он объясняет смысловой отрывок. Он говорит, ИШТОХОФОТ ЕШЛАФ МАДОН. Человек, который переворачивает, он посылает МАДОН. Что это значит? Говорит МАЛЬБИМ, ИШТОХОФОТ ШЕМЕАФЕГЕМЭТ. Есть человек, который переворачивает. Слово ЛАФОХ, это слово перевернуть. Он переворачивает истину. УМЕАФЕГ ДАРКЕЙ ХОХМА. И он переворачивает пути мудрости. ВАДОРКО ЛИШАЛЭХ МАДОН. Его, как бы, ДЕРИХ, его обычаи посылать МАДОН. МАДОН, мы видели, что по-русски переводчик перевел это как раздор. Посылать раздор. Что это значит, пока непонятно. И это сказано уже раньше было, а именно в шестом предложении нашей же главы. ТОГОХОТ БАЛИБОХО РАЙШРА МАДОНИМ ИШЛАХ. Человек, в сердце которого он замышляет зло, он посылает раздор. И есть слово НИРГАН, другое слово. То есть, в чем разница между МАДОНом и НИРГАНом? НИРГАН – это то, что МИТЛАНЕН ТАМИТЬ, человек, который постоянно жалуется, говоря своему товарищу, САНО ОМАРИАЛО, которого он ненавидит и делает ему зло. И это пример. ТАРГИНУ БААГАЛЕЙГАМ. То есть, Организация зла внутри ваших шатрав. ВЭТААМРУ БАСИНАТ ГАШЕМ ОТАНУ. И скажете, что сделано то, что происходит в мире, делано из-за того, что Всевышний ненавидит нас. И это НИРГАН МИТЛАГАМИМ. То есть, НИРГАН – это вот эти вот, ИТЛАНЕНУТ, как это сказать, стинания, жалобы. Это то, что делает раздор. И об этом сказано. НИРГАН ИШАТЕК МАДОН. Что НИРГАН, он сделает тихим вот это вот понятие раздора. Он сделает раздор в тихоря. Что это значит? Слово НИРГАН объясняет МАДОН, что это МАДОН, что это МАДОН, это то, что разделяет также любящих друг друга и близных друг к другу. МЕАЛЕФ, что такое слово МЕАЛЕФ, от слова ИЛУФ, слово, которое мы перевели, МАДОН перевел, как преподавание, обучение. И на современном иврите, во всяком случае, иврите Талмуда, оно так и употребляется в основном. Елпинан мы учили. Так он объясняет, МОРЕДЕ РЕХТОВ, АЛУФ, это тот, который показывает, указывает правильный путь. И когда он замышляет зло, это указание пути становится указанием пути ко злу. Так МАЛЕФ объясняет этот посуд. Теперь у меня есть некоторые сомнения, как нам лучше сделать. Давайте все-таки прочитаем в начале ГАОНа, а потом, поскольку три предложения говорят на одну и ту же тему, они очень похожи, но, тем не менее, прочитаем, как обычно, в начале ГАОНа. ГАОН говорит, Иштахуход, человек, который называется переворачивающим человеком, искривляющим переворачивающим, имеется в виду, человек, который переворачивает самого себя, для каждого человека делать по его желанию. То есть, в зависимости от того, с кем он разговаривает, в зависимости от этого, он переворачивает свое, как бы, нутро себя, чтобы быть угодным, удобным этому человеку. Но не имеется сейчас в виду в хорошем смысле, потому что есть люди, которые хотят быть приятными для других людей в хорошем отношении, но это тоже не всегда хорошо, подхалимничать и так далее. И он, Ишлах Мадонн, он говорит одному про другое, и также всем товарищам разговаривает и говорит удобные вещи, но таким нусахом, таким способом, чтобы привести к ссоре между ними. И все это делается, как бы, башлихут, по посланничеству другого человека. То есть, он приходит к Рувену и говорит, Шимон послал, чтобы сказать, чтобы я тебя передал, и дальше посылает раздор. И это Нирган, то есть, человек, который чернит все и делает ссору, которая разделяет людей. И это Алуф. Кто такой Алуф в данном случае? Мафрит Алут. Человек, который учит разделять. Это тот, кто разделяет между мужем и женой. Объясняет Гаон другим шрифтом, шрифтом, о котором я вам говорил, что в комментариях Гаона, когда он приходит на курсив, то это означает, что он дает комментарий Альпи Кабола. Он говорит, Алуф – это право и лево. И это сот, и это тайна того, что сказано у пророка Ирмияху, что там сказано, что Алуф наарей ата. Ты Алуф юности. Алуф юности ты. Нааром называется неженатый человек. Теперь попытаемся разобраться, что имеется в виду. Значит, мы с вами договорились, что Мальвин переводит слово Алуф как учеба, преподавание, тот, который преподает. Гаон переводит в обычном переводе, что это тот, который разделяет между мужем и женой. Рашев Хумаши говорит, что Алуф – это Малхуса Белотага, это царство без короны. И Гаон внутри каббалистического пируша объясняет, что это правое и левое в тайне понимание того, что Алуф наарая ата. Ты Алуф моей юности. Теперь попытаемся каким-то образом прояснить, что имеется в виду. Мне подсказывали, что Алуф, который сказан в Берещице, это воевода. Воевода тоже называется тот, кто руководит, но не имеет царского титула. Он руководит войной, но он не царь. Это того, кого царь послал руководить войной. Министр, как это называется? Министр обороны. Вот, я слово забыл. Именно, министр обороны. Был еще председатель Совета обороны. Так вот, это не председатель, это министр. Тот, у которого есть министерский жезл, маршальский, может быть, жезл, но при этом и не хватает царства. Гаон здесь нас вводит сразу в обоих своих комментариях в такую интересную судью, в такую интересную проблематику, которая заключается в том, что почему Алуфом называется тот, кто разделяет между мужем и женой, раз, и два, почему Алуфом называется что-то разделяющее между правым и левым. Поскольку Гаон уже об этом заговорил, то придется это каким-то образом объяснять. Обычно я стараюсь в эти истории не влезать. Правое и левое в Торе, в Торе Шебинистр, скрытые части Торы, это всегда правое, это Хесед, левое, это Дин. Правое, это абсолютное добро, левое, это абсолютный суд. В переводе на другой язык это означает давать и принимать. Существует мужчина и женщина, мужское и женское начало, муж и жена, которые делятся на тот, кто дает, и тот, кто принимает. Медаддин, мера суда, мера гвуры, мера силы, она относится к женщине, которая является принимающей началой, принимающим началом. Мужчина, он должен быть, мужское начало, это дающее начало. Это и есть правая и левая сторона. Все медот, все сферот, все качества Творца, они рассматриваются всегда со стороны двух начал, дающего и принимающего начало. Если перевести это на более такой возвышенный каббалистический язык, то есть понятие цимцума, сокращения, и это принимающее начало, и понятие распространения, гашпо, это дающее начало. Дающее и принимающее, это правое и левое, и то, что их соединяет, то, что делает из них общая гармонию, это, если мы говорим про сферот, который говорят, хэсет и дин, то это тиферет, гармония, которая между ними, или атрибут рахом, или атрибут милосердия. На более высоком уровне, на самом высоком уровне, это концентрация соединения между не хэсет и дин, а хохмы и бина. Ее середина, выше нее находящаяся, это меда, которая называется, сфера, которая называется кетер, обычно они не говорят. Это мера, которая называется кетер и переводится как корона. Алуф – это разделение, не имеющее короны. Алуф – это то, что разделяет между правым и левым началом, между мужским и женским началом, и это малхуса было тага. Это царство без таг – это корона, тагим – это корона, без кетера. Таким образом, получается, что понятие алуфа – это понятие разделения между двумя функциями, которыми Всевышний управляет миром. На всех сферот, на всех разных уровнях управление всегда дается через сокращение и влияние. Так вот, сокращение и влияние они должны проходить в гармоничной форме, и верхом гармонии этого является меда, качество, которое называется кетер. Алуф – это то влияние, руководство влияния, которое не связано с медой кетер. Это разрыв с медой, качеством кетера, короны, которое находится и в результате есть разделение не только между друзьями, но между мужем и женой, между мужским и женским началом во всем мире. Теперь, после того, как мы это как-то обсудили, давайте перейдем из более возвышенного на более простой язык. Человек, который называется иштагофот, человек, который называется переворачивающим наизнанку человеком, это тот человек, который, будем говорить, на уровне простого мусара, приходит к одному и говорит, тебе, про тебя такой-то сказал тот и тот, он тебе поручил передать такие-то и такие-то вещи, и все его каванод, все, что он делает, это какие-то попытки взять и прийти к состоянию разделения. Самый высокий уровень разделения, который может быть, это разделение между мужем и женой. Я сейчас говорю и на уровне, одновременно, попытайтесь это как-то, я не знаю, как это сказать, поэтому пытайтесь сами увидеть это, услышать это, что здесь есть идет и про разделение между мужским и женским началом на уровне семьи, мужа и жены, и разделение между мужским и женским началом во всем творении мира, поскольку все творение мира всегда идет через мужское и женское начало. Вот эта вот сена, вражда, которая вводится, или если говорить на уровне несоответствия, которое происходит между влиянием и принятием влияния, это то, что делает Иштагу вход, человек, который переворачивает и искривляет. Это искривление приводит к разрыву между друзьями, между мужем и женой, между влиянием, которое Всевышний принимает на мир, и тем, как мир может принять это влияние. Все эти вещи называются Иштагу вход, который разделяет, который является Алуфом, в современном языке Алуф это полковник, чемпион, Алифут Арам это чемпионат мира, что-то такое, человек, который является чемпионом по разделению. Теперь нам надо понять, что означает это разделение, для того, чтобы каким-то образом можно было понять, чему нас хочет научить Шлома Амеллах. Поскольку Шлома Амеллах не случайно выбрал именно это слово, и не случайно говорит нам о том, какой вред может принести Иштагу вход, попытаемся в это вникнуть. Существует известная очень гемора, которую все приводят всегда, я уже один раз говорил на эту тему, помню минимум один раз. Гемора, которая говорит о том, что первый храм был разрушен за три вещи. Авой да Зоро, поклонение идолам, кровосмешение, или в идеянии кровосмешение, запрещенные связи и пролитие крови. За эти три Авееры был разрушен первый храм. Второй храм, это было во время, когда после пророка Нехамии уже не было стремлению евреев поклоняться идолам, и это уже было далеко и отделено от нас. Поэтому второй храм был разрушен, не было ни поклонения идолам, ни в общем кровосмешение, прелюбодеяние тоже не было. Основное, за что разрушен второй храм, это за сенатхинам, за беспричинную вражду. Гемора говорит о том, что все поколения, в которых храм не построен, третий храм не восстановлен, не построен, они все повинны в тех Аверот, из-за которых был разрушен второй храм, то есть за сенатхинам. И поэтому очень любят Балай и Мусар говорить о том, что сегодня мы находимся в ситуации, когда сенатхинам, беспричинная вражда, настолько большая, что храм не может быть построен, и то причина, по которой не построен второй храм, поскольку мы находимся на том же уровне, как люди, при которых был разрушен этот второй храм. Поэтому всякое поколение, которое не удостоилось построения храма, у них те же самые проблемы, как у поколения, во время которого храм был разрушен. То, что я сейчас буду говорить, я буду говорить от имени Рафмойши Шапира, просто я не могу процитировать дословно, я слышал когда-то этот урок, на меня произвел впечатление, и есть макарот, источники этому. Но мне кажется, что не Карим, Девраемет понятны, видны, когда говорится слова настоящей Торы, поэтому я надеюсь, что это будет понятно. Так вот, наше поколение даже близко не находится на уровне, где у нас есть сенатхинам, где у нас есть беспричинная вражда. О беспричинной вражде сейчас говорит шлом о Меллахе, предупреждает о ней, что человек, который идет и пересказывает, работает посланником, чтобы пересказать от Шимона Рувену какие-то вещи, он приводит это для того, чтобы разлучить Шимона и Рувена, и на самом деле конечная цель – разлучить мужа и жену, и разлучить мужское и женское начало. Когда мы каждый день в утренних брохот читаем «Эллу дворем шейнлаем шуур», вот вещи, у которых нет предела, то одна из вещей, которые мы читаем, что это человек предела совершенства, так сказать, человек, который делает шалом, мир, между человеком и его товарищем, и между мужем и женой. Простое понимание этому – это точно так, как написано в Мишне, и это самое простое и верное понимание Пшата, что человек, который делает мир между друзьями, человек, который делает мир между мужем и женой, он фактически исправляет мир, и он делает одну из вещей, которой очень трудно найти вещь, которая лежит выше этих вещей. Когда мы кончаем молиться Шимонесра, в конце Шимонесра, когда мы отходим три шага назад, мы кланяемся и говорим «Ойсэ шалом бимрамаф вэасо шаламалейну» «Вальколь Исраэль» Тот, который сделал мир в верхних мирах, он сделает мир между нами и всему Израилю, и скажем «Амэн». Мир в верхних мирах, шалом бимрамаф, который находится в верхних мирах, это тот шалом, о разрушении которого говорит сейчас нам вот этот вот пасук, который говорит, что человек, который мафрит Алуф, который работает Алуфом в Афраде, который работает чемпионом, преподавателем того, как надо леофрит, как надо разделять. Акодыш Барагу делает шалом бимрамаф. Шлеймут, который находится в верхних мирах, это и есть шлеймут между Емин-Усмоль, между правым и левым, между мужским и женским началом, через которое Всевышний строит построение всех миров и руководит между Цимцумом, сокращением, и Гашпой, между сокращением и общим влиянием. Это то, что делает Акодыш Барагу, делая шалом в верхнем мире. Естественно, что в Нижнем мире этот шалом должен проявиться каким-то образом, и это проявление находится в проявлении шалом Бен Адамла Хавероба Нишла Ишто, между человеком и его близким, и между мужем и женой. Человек, который приходит сделать гафух, тому, что от него требуется Всевышним, человек, который приходит леофох, перевернуть это. Техника работы нам сейчас описывается у Гаона, у Шлома Амеллаха, но его икар – это разделение. Не объединение, а разделение. И главное разделение – это между правым и левым. Сенат Хинам – беспричинная вражда. Это причина этого разделения между мужским и женским началом, руководства управления Всевышним миром. И эта причина является причиной разрушения храма, поскольку храм существования Бейтмикдаша. Это верхний уровень шалома, верхний уровень шлеймута, целостности мира, который находится между верхним и нижним миром. Все время, пока существует храм, существует шалом между нами и верхним миром, между нами и Всевышним. В тот момент, когда храм исчезает, этот шалом утрачивается. Это целостность, мир. В него входит бгам, изъян. Поскольку, если настоящего мира нету, если есть Сенат Хинам, то есть нету мира между людьми, то не может быть мира между нами и Акодаш Баругу, поэтому храм разрушается в тот момент, когда появляется Сенат Хинам – беспричинная вражда. Теперь, что называется беспричинная вражда? Я еще раз повторяю, что люди очень любят рассказывать о том, что у нас сегодня есть беспричинная вражда, и поэтому не построен в втором храм. По-моему, это мания величия. Никакой беспричинной вражды у нас нет. Нам до этого пыхтеть и пыхтеть, чтобы добраться до такого высокого уровня. Потому что, если кто-то захочет проанализировать, то он увидит, что у меня есть люди, которых я не люблю, и у меня всегда есть причина их не любить. Эта причина может быть выдуманная, а может быть совершенно шизофренический бред. Но эта причина, которую я себе придумал, или она объективно существует, не имеет принципиального значения для того, что я хочу сказать, но это всегда веская причина, по которой Шимон не любит Рувена и наоборот. Когда речь идет о сенатхинам, о беспричинной вражде, это совершенно другой уровень. Это уровень, когда единственная причина не любить другого человека, это отсутствие любых причин. Как это происходит? Почему это происходит? Это происходит от большой любви к Гакодашбарагу, большой любви ко Всевышнему. Представьте себе человека, который... Вся его вообще намерение в жизни, вся мечта — это соединиться с Творцом и любить Всевышнего. И вот этот человек понимает, что все, что он может сделать в этом мире, любовь его к Творцу, может проявиться только через исполнение различных митцвот. И он понимает, что каждый митцвой, он соединяет весь этот мир с Творцом, и он улучшает, он митокен, он улучшает и делает этот мир совершеннее, цельнее и так далее. И тем самым он лично соединяется с Творцом. И вот этому человеку не может, если он не вышел на нормальный человеческий уровень, о котором мы сейчас поговорим, этому человеку не может не мешать, что кроме него есть еще кто-то, кто делает то же самое. И таким образом Всевышний соединяется не только с Рувеном, но и с Шимоном. Он видит, что часть того, что он мог бы приобрести в Двикути, в соединении с Творцом, приобретает другой человек. И таким образом ему мешает Эцим факт существования этого другого человека, который соблюдает Тору и заповеди. И его мечта — это разделение того другого человека от Всевышнего, поскольку тогда функция соединения произойдет со мной, не с кем-то другим. Если переводить на простой человеческий язык, то это называется ревность, но ревность на каком-то очень высоком уровне ревности. Так вот, мы сегодня не находимся на таком состоянии сенаткинам просто по той причине, что у нас нет такого Ахавад Гошема, у нас нет такой высокой Гошков и мировоззрения, и ощущения близости ко Всевышнему. Поэтому каждый раз, когда мне мешает какой-то другой человек, я могу привести 10 объективных или субъективных причин, по которым он мне мешает, но никак не потому, что он не мешает соединяться со Всевышним. Это меня волнует значительно-значительно меньше. Это та сенаткинам, из-за которого был разрушен второй Байдемигдаш. И построен он, может быть, только когда появится понятие Ахавадхинам, беспричинной любви. Беспричинной любви любовь – это тоже любовь, к которой, в общем, мы имеем очень косвенное отношение, очень мало к нам относится, потому что так же, как мы не любим всегда по какой-то очень веской причине, так же любим мы всегда тоже по какой-нибудь очень веской причине. И эта любовь может быть… Ну, потому что Рувен мне сделал что-то хорошее, и я знаю, что сделает еще раз что-то хорошее, поэтому я его люблю. Это может быть любовь, я не знаю, я специально буду говорить таким языком, понятно, что я быкована, специально утрирую, но муж будет любить жену, потому что она хорошо готовит, а он любит пожрать, и тому подобные вещи. Но если не говорить настолько утрированно, то это будет значительно-значительно более тонкие моменты, но Бедерих Клаль, если не сказать всегда, это будет связано с какими-то отношениями, когда я люблю, потому что кукушка хвалит петуха за то, что это хвалит он кукушку. Примерно это будет происходить в отношениях между людьми. Это не имеет ничего общего с агаватхинам, ничего общего с беспричинной любовью, которая должна прийти для того, чтобы стереть сенатхинам. Единственная возможность беспричинной любви, которая есть, это четкое, стопроцентное понимание. Теоретически, я очень легко могу выйти на этот уровень, практически, за мнем для ясности, но хотя бы теоретически сейчас. Каким образом может возникнуть агаватхинам? Она может возникнуть, когда человек понимает, что внутри любой моей митсвы, внутри любой моей торы, внутри любого действия, которое я делаю для того, чтобы лидабэгба, окодашбругу соединиться со Всевышним, всегда будет изъян, пока существует хоть один еврей, который не может соединиться с Творцом, менее соединен с Творцом, потому что я не сделал какого-то действия, которое может помочь ему это сделать. Другими словами, существует понятие, которое называется арвуд, арвуз. Это с понятия, даже не знаю, как его перевести, арв на иврите, это посредник, гарант слегка, гарант, я оговорился. Эреф, это вечер. Вечер, это соединение дня и ночи, то, что соединяется, или арбэф, это соединять. Поскольку существует понятие соединения евреев в одно общее, единое целое, то поэтому существует понятие того, что если я не сделал полностью митсву, то митсву, моя митсву не цельна по отношению ко мне, я имею в виду. В тот момент, когда я мог бы помочь кому-то другому сделать митсву, я этого не сделал. Все время, когда я могу усовершенствовать, доделать эту митсву с помощью митсвы другого, моя митсву не цельна. Например, если я сказал кедуш, но есть кто-то, кто не сказал или не слышал кедуша, то я могу повторить кедуш, несмотря на то, что я уже выполнил митсву кедуша. Поскольку, когда я говорю вслух кедушу, говорю барэ при агофин, а он говорит омен или даже не говорит омен, но слышит эту броху, то он выполняет митсву кедуш. Поскольку настолько, насколько это от меня зависит, моя митсва не является выполненной до конца, пока другой человек не выполнил эту митсву, то поэтому человек, который говорит эту заповедь, говорит кедуш для другого, то он улучшает, усиливает свой кедуш. Его кедуш не доделан до тех пор, пока он может сделать кедуш другому человеку. Понятно, что кедуш – это один пример таких примеров, все заповеди торы, которые можно каким-то образом соединить. Так вот, ахаватхинам – это когда сам факт того, что кто-то делает заповедь, помогает мне приблизиться ко Всевышнему, и я понимаю, что заповедь моя, она связана с заповедью всего народа Израиля. И я люблю остальной Ам-Исраэль по той причине, что кто-то мне скажет, что это не называется хинам, это не называется задаром, но это и есть хинам. По той причине, что я становлюсь выше и ближе ко Всевышнему, благодаря любому другому человеку. Поэтому я ощущаю его митцву как свою митцву. Его митцву – часть моей митцвы. Поэтому каждый раз, когда я это делаю, я понимаю, что вместе мы достигаем единства и в соединении со Всевышним, и каждый по отдельности это сделать не может. Поэтому понятие ахаватхинам – оно есть только в одной вещи – в торе и заповедях. Больше нигде ахаватхинам в принципе без причинной любви быть не может. Любая другая любовь должна иметь какую-то причину. И фактически я сейчас прокомментировал известную мишну, что та любовь, которая связана с вещами, она не останется. Та любовь, которая не связана с вещами, она останется навсегда. Поскольку ахаватхинам – это именно хинам, когда она ни с чем, кроме торы и митцвот, не связана. Теперь, в тот момент, когда мы объединяемся, и наше объединение Амисраэля становится цельным в нижнем мире, начиная с объединения Бен Адамла Хаверо между человеками и ближним, и кончая соединением Бен Ишла и Што, в этот момент мы делаем шаломби мрамав, мы делаем мир в верхних мирах, то есть то, чем заканчивает Агро свой комментарий. Мир между правой и левой частью влияния Творца, который объединяется и превращается, доходит до самого верха влияния Творца, которая называется сферой Кетер. И это человек, который разделяет, не делает это. Он делает так, что влияние Всевышнего раскрывается в нашем мире без раскрытия сфера Кетер. Поэтому этот человек называется Мафрит Алуф. Он отделяет все от Кетера. Кетер – это верхнее желание Творца и верхняя цель существования всех миров. Окей. Теперь попытаемся еще одну некуду каким-то образом осветить. Гаон сказал о том, что Алуф, Мафрит Алуф – это человек, который разделяет между мужем и женой. Теперь перейдем, на первый взгляд, к пшату, к простому пониманию, что это означает. Есть известная Парша, известный отрывок в Торе, который называется отрывок, я боюсь, что я успею только один пасук, но единственный известный отрывок, который называется Парша Сота. Сота – это отрывок, который рассказывает о том, как молодой или не очень молодой человек приревновал свою жену и говорит ей, что тебе нельзя уединиться с Плуни Альмуни, с таким-то, как это сказать, с таким-то человеком. Тебе запрещено с ним уединяться, и я тебя к ней ревную. Есть свидетели этой ревности, этого предупреждения. После этого появляется свидетель, или даже один свидетель, я сейчас не буду входить в детали, махлок с Рабелезрой Рубишом, мы не будем обсуждать. Появляется свидетель, что она таки, да, уединилась с этим человеком, и находилась там определенное время, грубо 4 минуты, 9 минут по-разному. Время, которое вполне достаточно для того, чтобы изменить мужа. И мы не знаем, чем они занимались. Может быть, они изучали Мишли с комментариями Вильнюсского Гаона, а может быть, они занимались чем-то немножко хуже. И понятия не имеем, и выяснить это в принципе практически невозможно. Во время, пока существовал храм, Тора дает нам возможность выяснить, что происходит. А именно, муж с женой приходят к Бейт-Мигдашу, написано, что муж приводит жену в Бейт-Мигдашу. После этого на деньги мужа, жена приносит жертвоприношение, хлебное жертвоприношение, но не из пшеницы, а из сейрим, не знаю, и чменя, а в сайт еще не знаю, что это такое. После того, как она приносит это жертвоприношение, берут специальную воду, в нее добавляют немножко афара, праха, пыли, земли, которые находятся около Мизбеха, около жертвенника. То есть, из того места, откуда был создан человек, Адам и Хава, после чего Адам и Хава были разделены, до этого они были единым, целым, мужское и женское начало было объединено. Вот из этого самого места, откуда взята земля для того, чтобы создать Адама и Хава, где она была перемешана, из этого места берется немножечко афара и добавляется в эти Мейсота. После чего, туда стирается отрывок из Сторы, который пишет вот эти законы, которые я сейчас вам рассказываю, отрывок, который называется Паршат Сота. Стирается, берется так вот лезвием, бритвочкой, ножиком, и стирается чернила с Клафа, который был написан Лешем этой Соты, именно для этой женщины. После чего Коген говорит клятву о том, что ты должна поклясться, что ты не лежала с этим человеком и ни с кем другим. И отвечает Иша, омен в омен. После этого клятва падает и на подозреваемого в любовнике человека, и на всех остальных, которые могут быть любовниками, про которые никто не знал и не говорил, и муж не ревновал к этим людям. После чего она пьет эту воду. Если она была тмиа, нечиста, то она помирает. И любовник тоже. Любовник не пьет, но помирает где-то в другом месте. Если она была... Да, одну секунду. Все это при условии, что муж тагор, что муж сам не совершил подобное авере. Если муж совершил подобное аверу, то воды ее не проверяют. Никакой проверки нет. Теперь. Если она тагора, если она чиста, то в этот момент она получает броху от Всевышнего, который заключается в том, что если она была бездетной, то начинает беременеть и рожать. Если рожала девочек, начинает мальчиков, черных, светлых и так далее. То есть, она получает броху, поскольку она тагора, и за это Акодышбрагу награждает вот таким благословлением. Здесь есть один очень непонятный вопрос в этой истории. А именно, что в тот момент, когда стирается отрывок Паршатсоте, о котором я только что рассказал, стирается имя Всевышнего, поскольку в этом отрывке есть Шем Гошем, имя Творца, а одна из заповедей Торы сотрите имя всей Авоиды Зойры, когда вы войдете в Эрицисрой или завоюете ее, уничтожите, сотрите имя всех идолов, которых вы найдете, и не делайте так Всевышнему Богу вашему. Есть запрет Медаарайса, запрет из Торы стирать имя Всевышнего. И вдруг, несмотря на этот запрет, Тора говорит стереть имя Всевышнего, которое написано в Паршатсоте. Это вопрос, который я сейчас хочу немножко коснуться его. Для того, чтобы его коснуться, начнем немножко раньше. Сота в Торе написано с буквами Син Ваф Тед Гэй. Сота в Геморе написано с буквами Самих Ваф Тед Гэй. Гемора изменила это написание и пишет неправильно, я не знаю. Оба эти имени правильны, и то, и другое название правильно. Но название Торы и название Геморы, они намекают, прямым текстом, я бы сказал, намекают, освещают нам два аспекта того, что такое Сота. Начнем с аспекта Геморы. Сота происходит от слова стия, леса тот, отклоняться. Сота – это женщина, которая отклонилась от того пути, по которому она должна была идти. Путь женщины – это соединение с мужем, соединение правого и левого начала внутри этого мира, которое, как мы только что договорились, ведет к соединению правого и левого начала в верхних мирах. Я думаю, что все, кто когда-нибудь ходил на Шева Брохос или на что-то подобное, слышали миллион дрошот на эту тему, миллион слов Торы, которые говорится, о том, что строительство семьи, построить семью – это построить малый храм, построить Бейтмикдаш-Катан. Каждая еврейская семья – это малый храм, поскольку соединение мужа и жены, мир, который находится внутри семьи между мужем и женой, это мир между верхними и нижними мирами, мир между понятиями Легашпея или Кабель. Влиять и принимать влияние. Правильное построение семьи – это именно, чтобы жена принимала влияние, которое дает муж. Муж давал влияние только своей жене, сократил это влияние так, как его надо сократить, жена принимала так, как его надо принять. В тот момент, когда жена начинает принимать влияние не только от мужа, я сейчас говорю про самые физические формы влияния, находилась в состоянии лежать не только с мужем, но где-то еще, то эта стия, она свернула со своего пути. Это первое объяснение. Второе объяснение, которое написано в Торе, слово «сота», это с буквой «син». Влияние, написанное с буквой «син», это означает суть этого слова, это то, что сказал Рейш Лакиш в Геморе. «Эйныша мизана» – «женщина не совершает прелюбодеяния». «Эйныш лакшн, рог штут них назба». А только если в нее вошел рог штут, дух штута. «Сота» читается «шота». Читается «сота», а пишется «шота». «Син» и «шин» – это одна и та же буква. Поэтому «сотой» называется женщина, которая подозревается в сумасшествии. Сумасшествие – это измена мужа, поскольку в другом месте Рейш Лакиш говорит это немножко иначе, но суть та же самая. Он говорит, что «эйна дам хате элэйм кэн них назбу рог штут». Человек никогда не грешит, а только когда в него вошла глупость, дух глупости, который входит. Это приводит к Авере. Когда человек, написавший Мишли, а именно Шлома Амеллах, сел на престол, то Всевышний открылся ему во сне и предложил просить все, что ты хочешь. То, чего хочешь, то и проси. Это написано в начале книги Малахим. «И Шлома Амеллах попросил Всевышнего, дай мне мудрость, мудрость, хохму». И объясняет Медраж, что Шлома Амеллах хорошо знал этого Рейш Лакиша, который говорит, что человек не может согрешить, а только если к нему пришел рог штут, глупость пришла к нему. Поэтому он просил Всевышнего о мудрости, потому что суть Шлома Амеллаха – это Ират Шамаем, это боясь Всевышнего. И он боялся согрешить и боялся, что глупость приведет его к какой-то авэре. Поэтому он просил хохму для того, чтобы он ни разу не сделал ни одной авэре. И это то, что Всевышний дает Шлома Амеллаха, дает мудрость на уровне практически Маше Рабейну. И это то, что само слово Шлому означает, это те же самые буквы, что Ле Маше, по направлению к Маше. Шлома приблизился к Маше Рабейну мудрости Торы. Это то, о чем говорит Медраж «Бекеш Кагелет льет ки Мойша». Попросил Кагелет Шлома Амеллах стать ки Маше, на уровне Маше. Так вот, в тот момент, когда Парша Цота, она открывает нам глаза на вот эту вот часть Шалома, которая есть между мужем и женой, и что такое отсутствие Шлемута, отсутствие цельности в отношениях внутри мужем и жены, которое происходит. понятно, что она говорит про самую, как бы, про вышку, про высшее наказание, про самое серьезное отсутствие Шалома между мужем и женой, когда жена изменяет мужа. Но существует много-много даргод, много-много ступеней, шлеймута целостности, и Шалом Бен Адам Лахаверо, и Бен Ишла, и что? Так вот, задает вопрос Ахроним, комментаторы. Они спрашивают, как могла Тора, то есть то, что это разрешило, понятно, что это можно, это не вопрос. Теперь вопрос, который возникает, после того, как Тора разрешила, в чем смысл этого разрешения, которое дает Тора, разрешение на то, чтобы стирать имя Творца, для того, чтобы поить соту этими водами. И ответ, который дается, ответ такой красивый и простой, что слово Шалом, вернее, не слово Шалом, а состояние Шалом, Бен Ишла и Ша, это имя Творца. Одно из имен Всевышнего, это Шалом. Нам разрешают стереть имя Всевышнего, чтобы создать новое проявление Творца в мире, а именно проявление через Шалом, Бен Ишла и Ша, через мир между мужем и женой. Этот Шалом, этот шлеймут, он ведет к шлеймуту, к целостности, которая возможна только во время существования храма. Поэтому, как только исчез храм, исчезло и это чудо тоже. Потому что в тот момент, когда нет целого Шалома, настоящего Шалома, между Всевышними и нами, то не может быть настоящего Шалома между мужем и женой. Он исчезает. Поэтому сегодня ни в одной семье нет 100% Шалома. Даже в самых лучших семьях настоящего Шалома не может быть, поскольку Шалом, который проявляется внутри семьи, это только проекция того шлеймута, того целостности, которая может быть в Бэтмикдеше. И тем не менее, каждый раз, когда мы делаем какой-то Шалом, на том уровне, на котором каждый из нас может, не только между мужем и женой, между человеком и другом, и так далее, то мы приближаем строение храма, а верхушка этого будет только одна вещь. Агава Тхинам. Агава, любовь, которая построена только на состоянии понимания, что близость со Всевышним, касание Творца, возможно только через весь Амисраэль, и никто эгоистически в одиночку это сделать не может. Теперь смотрим еще раз пасук, который сказал Шалом Амеллах. Он говорит «Тахуфот Ишлахмадон, то есть, тот, который все переворачивает, переворачивает понятие Шалома, он шлет вражду, и Наргин, тот, кто приводит к разделению, это Мафрит Алуф, тот, кто разделяет через понятие Алуф, то есть, через умение, преподавание, знание разделить, то есть, разделить, это Алуф, это Меллах было так, Меллах было Кетер, это царство без Кетера, то есть, когда есть разделение всего, всех проявлений Всевышнего от меры Кетера, о котором идет речь. Двинемся дальше. Получилось очень долго, но что же делать, так вот у меня получается. Следующий пасук, пасук номер 29 говорит «Человек насилия соблазняет ближнего своего, ведет его на путь недобрый». Очевидно, что это как бы продолжение того же самого пасука, но есть оттенки, которые нам надо попытаться увидеть. Говорит Шлом Амеллах «Иш Хамас Ефатэ Раэгу» «Человек, который называется Хамас, Хамасник». Хамасник – это человек, что такое заповедь Лот-Ахмоз. Есть заповедь, запрещающая Хамас. Я не знаю, как перевести это на русский язык, разбой, не знаю как. Понятие Хамас – это человек, который хочет, нарушает заповедь Лот-Ахмоз, заповедь Невожжилай, которая указана в Торе. Эта заповедь состоит в том, что я не могу не только украсть или отнять другого человека, я не могу даже отнять, заплатив ему эту стоимость. У человека есть какая-то вещь, он не хочет ее продавать. Я не могу силой забрать у него, даже заплатив за это деньги. Это заповедь, это перевод слова Хамас. Так вот, человек Хамаса, он ифатерээгу, он будет соблазнять ближнего. Поэтому, здесь Шламамеллах, говоря о Хамаснике, он говорит, именно соблазняет своего ближнего, чтобы этот человек пошел с ним по той дорогой, которой он сам идет, дорогой, которая не является дорогой добра. Говорит Мальбин, что есть человек, который мазик другому человеку посредством питуя, посредством соблазнения. Соблазнение, это соблазны, я не знаю, как по-русски это правильно, соблазны, наверное, это тоже вид такой плохого качества, соблазна. А именно, все эти вещи масяким у машхитим, они привозят к незаку, к ущербу и приводят к машхиту, к уничтожению. Мальбин закончил свой пирож, Гаон немножко больше пишет. Но поскольку вы понимаете, что эти продолжения прошлых суким, то, в общем, как дому, предисловие, мы полное сделали, тем не менее, говорит Гаон Мивильна так, что человек, который хочет украсть, соблазнить имущество своего ближнего, он изначально его соблазняет, а после этого ведет его по плохому пути, для того, чтобы получить это имущество. Говорит Гаон, и здесь есть три пасука на эту тему, которую мы только что прочитали. Псуким 27-й, 28-й, 29-й. И здесь сказано три раза слово иш, слово человек, три описания человека, который ведет к злу другого человека. И оно связано с тремя вещами, которыми человек портит жизнь другим людям. Первое, Махшова, замысел, второе, Дибурс, речь, и третье, Маосе, действие. И не относятся к гуф, телу, нефиш, душе человека, и мамон, и деньгам. То есть, зло другому человеку, гафроду, разделение, можно сделать в трех направлениях. В направлении нагадить тело, нагадить душе и нагадить деньгам, имуществу. Иш-балиэль, первый пасук, который мы читали в прошлый раз, но я с него начал в этот раз. Человек-балиэль, человек, который бли-оль, это человек, который приносит вред через мысли и наносит вред душе другому человека. Иш-то, вот, о котором я так долго рассказывал, человек, который все переворачивает, этот переворот делается с помощью дебура, с помощью речи, и это относится к телу другому человека. Человек, который хамас, человек, который соблазняет в теле отнять деньги, это делается действием и делается по отношению к имуществу другого человека. И это три вещи, которые написаны в Дгилем, которые я, а, нет, есть у меня Дгилем, которые написаны в Дгилем. Я сейчас зачитаю, правда, у меня есть Дгилем только с русским переводом, но ничего страшного. Известный псалом, который очень часто цитируется, поэтому такой известный псалом, который говорит, прочитаю по-русски вначале, да? Человек, желающий жизни, любящий долголетие, чтобы видеть добро, стереги язык своего от зла и уста своих лживых слов, уклоняйся от зла и делай добро, ищи мира и стремись к нему. В принципе, здесь перевод очень хороший, но на всякий случай смотрим, как сказано на иврите. «Ми аиша хавет с хаим, кто человек, желающий жизни?» Это человек, который «Огэф емим лирот тоф», который любит все дни, видит добро. Но церла шанейха, что надо сделать, для того, чтобы это быть? Но церла шанейха, мира, закрой свой язык от зла, в эсфатейхаме добэр мирма, и уста свои, чтобы говорить ложь. Сур мира, отклонись от зла, в эссе тоф, и делай добро. «Бэкэ шалом, ищи шалома в эрот фэху», и стремись, преследуй понятие шалом, понятие мир. Таким образом, эти три пасука, которые сказал Давид Эмелых, говорит Гаон, что они говорят о том же, о чем говорит сейчас сын Давида, Шламобен Давид, в наших трех суких. А именно, он говорит так, «Ми аиша хавет с хаим, нцор л шанейха, мира, в эсфатейхаме де бэр мирма», это, сказано про речь. То есть, человек, который хочет жизни, он должен закрыть свой рот и не говорить плохих вещей. Дальше, «Иш бэлиэль», это соответствует первым вещам, то есть, лошин горе. «Иш тагофот», человек, который все переворачивает наизнангу, это связано со лжи, со ложью. «Аль таги тедабер мирма», не говори ложь. «Иш хамас», это сур мира, и человек, который, хамасник, который делает зло в действии, к этому относится пожелание Давида, молитва Давида, сур мира, ваосетов, «Отстранись от зла и делай добро». Таким образом, три аварьяна, три человека, которые все переворачивают, о которых Давид Амелых молится, чтобы этого не было, и раскрывает нам, к чему должен стремиться человек, который ищет хаим, ищет жизни, это три ицы, три совета, которые говорит Шламу Амелых о том, как ведет себя Ецергора, входя в человека, когда он делает ровно наоборот тому, о чем говорит его папа Давида Амелых. Окей, теперь, в общем, все, можно дальше, я думаю. Следующее предложение говорит, 30-е предложение говорит, «Прищуривает глаза свои, чтобы придумать коварство, кривит уста свои и совершает зло». Это как бы продолжение того, о чем мы только что говорили, человек, который замышляет всякие гнусности и так далее, о нем, говорит, подводит итог предложения номер Ламит, номер 30. Он говорит, сейчас я прочитаю на иврите, меня просили, человек прищуривает, закрывает свои глаза для того, чтобы придумать наоборот, и он сжимает уста для того, чтобы суметь сказать плохое. Говорит Мальбим так, «То, что когда он начинает подмигивать, намекать своими глазами, прищуриваться, для того, чтобы дать какой-то совет». Здесь уже начинается переворот обратный, то, о чем нельзя говорить. Как об этом сказано, коррется и нафтовый ход болибо, человек, который прищуривает глаза, он это делает, когда мы видим человека с прищуренным взглядом, мы должны понимать, что он замышляет что-то не то, замышляет что-то наоборот в своем сердце. Во время, когда он коррется, сватав, и он начинает разговаривать с немножко сжатым ртом, то есть, он так вот сквозь зубы, я не знаю, как это по-русски говорить, имеется в виду, говорит Мальбим, что он говорит намеками, то в этом случае мы видим, что зло уже заполнено, оно уже завершилось, оно уже находится в нем, и заполнило его. Как будто бы он намекнул взглядом и начинает говорить устами, и двигая своими губами, он продолжает выводить зло. И так же действие зла, оно становится легким в его глазах. То есть, Мальбим объясняет, что есть определенная технология, которая происходит у человека, который замышляет и в результате говорит плохие вещи. Технология, которая заключается именно в том, что вначале он начинает прищуренно смотреть на человека, после чего он начинает разговаривать с ним намеком и кончает тем, о чем сказано, что он мэхафех, он переворачивает и говорит ложь и так далее. Гаон очень короткий. Гаон есть на это предложение, а вот на следующее я не знаю, что делать, потому что он не то, чтобы короткий, он просто почти бесконечный на следующий послуг. Окей, Гаон говорит «эцаэйнаф», то есть, человек, который вначале прикрывает свои глаза для того, чтобы думать обратные вещи, перевернутые вещи, после этого прищуривает глаза, ну, пусть будет так, а после этого он идет и говорит своему товарищу и корет сватав, и сжимает уста, а после этого приходит окончательное зло, то есть, во время, когда он уже приводит к ссоре между людьми, к той ссоре, которая описана в 28-м послуге, на всех уровнях ссоры, которые мы обсудили, и это находится на уровне Махшова, Дибор и Маосе, то есть, существует прищуренный взгляд, это мысль, он обдумывает, существует сжатые губы, это Дибор, и калера, когда зло выходит в действие, это уже действие, которое он делает, таким образом, говорит Гаон, оцемейнаф, прищуренный взгляд, он думает, корет сватав, он говорит, калера, это действие, о котором идет речь, здесь нужно, еще, Шламамеллах, Бедерих, Ремис, намекает еще на одну вещь, человек находится в состоянии, когда ему дана свобода выбора, свобода выбора, она находится на таком уровне, что человеку всегда, когда мы говорим сейчас о сенатхинам, о беспричинной вражде, о самом серьезном уровне вражды, когда человек с самого начала априори хочет разделить между теми вещами, которые должны быть соединены, по той причине, что это разделение ему по какой-то причине выгодно. На самом деле, человек, который задумывается и смотрит на мир, он видит, что это не так. Ему это наименее выгодно, меньше, чем всем остальным. Потому что он, как только он делает какое-то действие, которое приводит к вражде, он разделяет соединенное. Возьмем на самом верхнем уровне. Он отделяет все управление мира от сферы кэтер, которая есть в мире. Он отделяет цель от всех действий, которые существуют. То в этот момент он сам становится, его жизнь становится абсолютно бесцельной. В тот момент, когда он ссорит людей, то он на этом выигрывает только внешние какие-то вещи. Реально никакого выигрыша нет. Человек для того, чтобы он не понял этого, ему надо на какое-то время закрыть глаза, прищуриться, поэтому я специально говорил зажмуриться. Человек должен закрыть глаза, для того, чтобы отказаться видеть то, что нужно видеть на самом деле. Поэтому, когда он обдумывает зло, которое он хочет сделать, он закрывает свои глаза. Потому что зло, по определению, когда у человека глаза на 100% открыты, то есть он размышляет на том, что он думает объективно, она не субъективно, то это исключает понятие зла. Но как мы с вами знаем про себя, мы прекрасно умеем вовремя прищурить свой взгляд. Никакой проблемы в этом нет. Мы научились. После этого, после того, как он придумал, что нужно делать, человек, который начинает говорить, он тоже прекрасно, в общем, должен отдавать себе отчет, мы должны отдавать себе отчет, что речь дана человеку только для одной вещи. только для того, чтобы посредством слов мы извлекали слова Торы, произносили их и приносили Тора в этот мир. Когда человек говорит что-то, кроме слов Торы, это называется, что он немножечко сжимает свои уста. Он не говорит то, что нужно сказать, и говорит то, что не нужно говорить. И тогда калараа, следующее действие, которое делается, калараа, она становится полным, на уровне массы. Массы, зла, маосе, ра, которое может сделать, это то, что мы взяли тем или иным способом от нашего близкого родственника по имени Исаф. Слово Исаф произносит слово лаосот, и Исаф получил действие, которое он получил в этом мире, действие зла, в то время, как и оковы должно достаться, действие абсолютного добра. Но на эту тему у нас уже не совсем есть время разговаривать, но абсолютное добро, которое мы делаем, действием. Это только маосе-митсвот, это только действие митсвот, поскольку есть митсвот-асе, который является основной частью жизни человека, и есть лот-асе, который является тоже основной его частью. И когда человек свою осию делает совершенной, то это обратное тому, что происходит здесь, в пасуке, в которой говорит карла-раа. И это то, что сказано в пасуке Давида, поскольку Давида Мелох в 34-м псалме говорит ровно обратное тому, что говорит здесь Шлома Мелох, он говорит о позитивной части Махшова, Дибора, Маосе, слово, действия и мысли, в то время, как здесь описаны негативные три части этих вещей. поэтому, карла-раа соответствует тому, что Давида Мелох сказал, а ты не занимайся злом, а ассе-тоф, сур-мира, отдались от зла и делай-тоф. Окей, я не успел 31-го предложения, хотя планировал, мы его оставим на следующий раз Боезра Дашем. Всего доброго, до новых встреч в эфире.